Ну, вот это сорт на данный момент универсал у нас. Оранжевое поле с непривычным взгляду растением. Его название тоже мало кому знакомо. Амарант, что в буквальном переводе означает «отрицающий смерть». Так предки нарекли мелкосеменное полезное растение, которое было основной пищей славянских народов. После про сельхозкультуру забыли. И совершенно незаслуженно считают агрономы, которые пытаются ее возродить. Культура очень древняя. Третий год пытаемся ее возделывать. Пробуем сорт, работаем с воронежем. Оттуда берем семена. И вот на продовольственные цели попробовали его посеять. Пока амарантовые поля в нашем крае можно встретить только в Калманском районе. Здесь им засеяно 50 гектаров. Урожай в этом году обещает быть неплохим, чему способствовали дожди. Но и в засуху растение довольно плодовито. Почему и решили возродить его культивацию. Выращивать амарант, говорят специалисты, несложно и незатратно. Главные трудности при сборе. Семена очень мелкие, да и вызревают поздно. Урожай может уйти под снег. Но если погода милостива, результат с лихвой оправдывает вложение. Получается 100 тысяч рублей с гектара. То есть это на данный момент довольно очень сильно рентабельная культура. В этом году с фермером заключила контракт одна из компаний по переработке сельхозсырья. На основе амаранта она производит ферментированный чай и муку. Но главное, говорит переработчик, это масло холодного отжима, которое широко применяют в профилактике и лечении онкологии. Я более 30 лет занимаюсь травами, изучением трав. И онкология у нас заболевание, которое молодеет. И стали обращаться совсем молодые люди с этим заболеванием. Начала усиливать лечение и вышла на культуру как амаранта. И производитель, и переработчик амаранта считают его перспективной культурой 21 века. Но пока продукцию, произведенную из богатого белком и полезными микроэлементами растения, закупают лишь Москва, Питер и Татарстан. Специалисты надеются, что вскоре ею заинтересуются и в других регионах, в том числе в родном Алтайском крае. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.